Я падал несколько раз, поскользнулся, паду. Ну, легко, так скажем. Казалось бы, вполне обычная, ничем не примечательная пешеходная ступенчатая дорожка на Павловском тракте. Однако для некоторых жителей города она может создать препятствия для свободного передвижения. Беспокоит третий год, что не спуститься, не подняться к переходу я с трудом, особенно зимой. Александр Гузеев передвигается с помощью трости. Такие трудности у мужчины возникли с постковидных времен, когда после болезни начали отказывать ноги. Поэтому для комфортного подъема или спуска, например, по лестнице, ему обязательно нужен поручень. Вот тут четыре ступеньки в магазине, и то есть поручень. Здесь их сколько, десять? Не знаю, не считал. Вот с правой стороны был поручень один. Когда делали лестницу, поручень выдернули и забыли про него. Зимой, когда дует ветер, особенно, здесь чистят дворники стараются, но гололед все равно остается. Александр ходит этой дорогой практически каждый день и насчитал около семи таких аналогичных лестниц. Мужчина рассказывает, что обращался в разные инстанции, но какого-либо улучшения среды они пока не принесли. Вот один из спусков, видимо, для колясочников сделан. Но тоже колясочник ухватиться не за что, абсолютно. То есть и хотелось бы, может быть, не за что. Несмотря на то, что на сегодняшний день в крае ведется работа по созданию безбарьерной среды и существует разного уровня программы для улучшения условий жизни людей с ОВЗ, они вынуждены ежедневно сталкиваться с трудностями, неочевидными для обычного глаза. Александр надеется, что с привлечением СМИ ответственные уберут хотя бы один барьер на пути людей, таких как он. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.